На участке фермера Виктора Будко строители укладывают бетонный пол для его второй теплицы. Площадь этого огорода под крышей 3500 квадратных метров. Планы на помещение грандиозные. Выращивать овощи, а может даже тюльпаны. Но первое время там будет рассада огурцов и помидоров, которую потом планируют пересадить в третью, еще более крупную теплицу. За моей спиной мы ведем строительство третьей очереди нашего тепличного комбината. Площадью 14 тысяч квадратных метров. Сейчас мы заканчиваем монтаж свайного поля. Есть 450 забивных свай. Виктор Будко больше 8 лет выращивает зелень. Его продукцию можно увидеть на полках магазинов Хабаровского края и соседних регионов. Свою первую теплицу с европейским оборудованием предприниматель строил поэтапно много лет. Семена салатов заказывал из Европы и Америки. Набирался опыта в других хозяйствах в России и за рубежом. Сейчас в теплице фермера в год выращивают 300 тонн зелени. Эта теплица порядка одного гектара, самая первая, которую построил Виктор Будков. В ней выращивают листья салата, рукколу и остальные разновидности зелени. Показать, что внутри, мы не можем. Входить туда запрещено, там установлен карантин. Летом его часто вводят для того, чтобы посторонние люди или насекомые не заразили урожай. Оборудование и некоторые стройматериалы для новых теплиц Виктор Будко тоже будет покупать в Америке, Нидерландах и Турции. Стекло и металлоконструкции в России. Фермер говорит, из-за санкций появились проблемы с логистикой. Цены тоже выросли. Все дорожает. Мы сейчас в процессе еще что-то покупаем. Мы не все купили. И все это выставляется, все счета в валюте. Сегодня валюта месяц назад стоила евро 80 рублей, сейчас она стоит 95. Соответственно, в конце. Но это будет порядка, наверное, 500 миллионов рублей все стоит. Почти половину стоимости оборудования в первой теплице Виктору Будко возместил регион. Около 14 миллионов. Такую же поддержку фермер рассчитывает получить и на две будущие теплицы. Кроме того, в следующем году предприниматели региона смогут вернуть до 20% затрат на коммунальные услуги. Министерством разработана новая мера поддержки. Это возмещение затрат на энергоносители, электричество, газ, твердое и жидкое топливо. Документ выйдет в апреле и уже к концу года мы сможем распределить поддержку между тепличными комплексами. Сейчас в Хабаровском крае работают четыре тепличных комплекса, которые обеспечивают регион овощами и зеленью круглый год. В прошлом году в них вырастили более 2,5 миллионов тонн продукции. Арина Солдатенкова, Вячеслав Бончужный. Большой город.